Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня начинается новый влог. Сегодня мне должны сделать за один день все потолки. Это на кухне, это в прихожей, туалет, ванная и детская в другой комнате. Я не знаю, как я сейчас начинаю влог, в каком виде. Я вчера посмотрела фильм «Лёд 2» и просто ревела полфильма. Я уже сделала масочку, немного, может, красненькая. Ну, короче говоря, я проснулась такая немного опушенькая. Сейчас я вам хочу первым делом показать, что за освещение я вчера купила. Так, вот я уже здесь все разложила. В общем, я купила один светильник в Leroy Merlin. Это такой же, как у меня в спальне. То есть я уже знаю, мне нравится, он классный. С пультом, вот, такого размера. Все, примерно, кстати, идентичный. А вот этот светильник, вот оно. Он такой же почти, только у него, видите, вот такая, как она ложка. Это я купила в зал. Они, в принципе, по силе своей, они одинаковые. И по размеру одинаковые. Можно, кстати, вот с этой штучкой вешать прозрачной, а можно без нее. 72, тоже с пультом, да, вон он светит разными цветами, цветами. Накладной. И, ну, как бы, и по толщине даже. Хотя этот, может, чуть-чуть более плоский. Ну, короче, примерно идентичный. Я подумала, что пусть будет в спальне в моей и в детской одинаковые. А в зале будет немножечко дизайн другой. А суть одна и та же. Дальше в прихожую я взяла вот такой. Он чуть поменьше. Это такой же, как и в спальнях. Но чуть поменьше. Не знаю, мне кажется, он достаточно большой. Потому что он тут на квадратах не помню сколько. Вот, что-то мужчина там это, говорит мне, на 18 квадратов свет. А на самом деле, где-то, эти сказали на 40, до 40 бьет, что-то в инструкции почитали. Короче, не знаю. В общем, взяла как взяла, чисто интуитивно. Это будет в прихожую. В общем, идентичные. А вот эти я взяла туалет и ванна. Тоже одинаковые, только они чуть-чуть немножечко такого дизайна, другого, чуть выпуклее. А вот этот поменьше это будет в туалет, побольше это будет в ванну. Эти уже не переключаются. Эти без пульта идут. Вот, здесь идет холодный свет светит. А здесь идет такой дневной свет светит. Ну, в общем, я думаю, нормально. Если что, всегда можно поменять. Вот эти, кстати, недорогие. Вот это там 560 рублей стоит. Это 630 рублей стоит, по-моему. Вот этот 2,300 с чем-то стоит. Этот 3,800 поднялась цена. А вот здесь, смотрите, они идентичные почти. Но этот стоит 2,500. 2,600 стоил. Да, сегидку сделали небольшую. 2,500. Так что, в целом отдала все. Вот это все отдала 9,500. И вот здесь еще 1000 рублей. Это вот такие светильники. Я взяла 5 штук. Они одинаковые. Здесь вот такие вот лампочки. И вот такие вот для них. Красивые, с белой окантовочкой. Это у нас пойдут вот сюда один гардероб. И 4 штуки на кухне. Там висят над кухней. Вот. Такие лампы сейчас покажу. Лампы выглядят вот так. Вкручиваются очень легко сюда. Вот так красиво получается. Уже не терпится посмотреть, как это будет. Свет рассеивается. Не точечно стреляет в точку, а рассеивается. Но вот эти вот недорогие. То есть у меня опять, ну, получилось, что вместе с рамкой, да, где-то около 200 рублей. Если я 5 штук купила на 1000 рублей. Крепления здесь везде одинаковые. Вот что-то такое. Везде абсолютно одинаково. Я сфотографировала мастерам. Они сказали, все понятно. Сегодня ко мне приедут потолочники. Те же самые, которые делали мне потолок в спальне. Мне очень понравилось, как они делали. Все очень быстро, чисто. И главное, недорого. Я полностью довольна их работой. Поэтому я им позвонила в этот раз. И уже говорю, давайте сделаем все. Единственное, что я не буду делать балкон в этот раз. Потому что я собираюсь гипсокартоном здесь еще обкладывать. Короче, балкон это будет отдельная у меня такая стезя. Если что, я их потом позову. Когда мы сделаем гипсокартон. Более-менее что-то здесь построим, что я хочу. Не знаю, будет это в этом году или в следующем. Посмотрим. Сначала займемся комнатами. Предлагали мне, на самом деле, они делают очень много крутых разных дизайнов. Из подсветки, по краям. Предлагали кучу всего. Разных альтернатив, чтобы было поинтереснее. Но я человек минимализма. Я знаю, что они много могут. Хороший опыт. Но я хочу минимализм. В этой квартире я хочу ничего лишнего. Чтобы вообще на потолки на это все делали. Как можно меньше внимания уходило. Все было внимание на что-нибудь другое. Вот. Сейчас мы их ждем. Они придут к 9 часам. Уже где-то без 10 и 9. Они скоро придут. И начнут, наверное, с этой комнаты. Я здесь немножко так убрала. Так как в этой квартире мы живем. Я планирую, что сейчас они затащат все сюда. Все свое оборудование. Все дела. Сделают полностью этот один зал. И тогда мы уже здесь все расставим, подвинем. И к тому времени, я думаю, уже придет мама. И мы все просто, все-все-все вот отсюда. Из спальни, из туалета, из прихожей. Все перетащим туда. И освободим им место. Потому что они будут, наверное, допоздна работать. Вот мама проснулась. Да я ж только убрала. Я ж перед съемкой убрала. Откуда ты опять бумажки эти достал? Короче, вы понимаете, да? В общем, все-все-все. Мы перетащим сюда. И будут они работать здесь уже нон-стоп, как положено. Освободила ванну. Девственно чистая ванна. Эхо появилось. Вот этот шкаф не буду убирать. Я его сейчас накрою чем-нибудь. И все, потому что он тяжелый. Там куча всего. Долго. А так все убрала. Все сняла. Можете посмотреть, как до. И как он станет более светлым. Потому что тут еще и лампа такая мощная будет. Короче, как быть с потолком. И туалет тоже. Стену вот эту, думаю, наверное, закрасить. Пока я, блин, туалет сделаю. Пока все здесь плиткой заделают, очень много времени пройдет. А сейчас с новыми потолками будет все красиво, если я белым потом закрашу. Ну, потолки натянут. Потом буду красить. Белую стену это сделаю. Будет уже более мессимпатично. Короче, тоже тут чутка прибрала. Вот так до. Потом после покажу. Так, вот это пришел мой карниз. Так, в другой комнате. А вот это вот такой вот ширины. Это под вытяжку будут у нас вот такие вот трубки. Губы, кстати, много их тут. Ну, конечно, мне вот отсюда нужно провести вот до розеточки. Так, а вот мои потолочки. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, я аж не верю. Не верю аж. Вот у меня в спальне вот такой вот. Видите, он немного холодней. И здесь, если видно, более такая зернистая поверхность. Здесь более мелкая, да. И он более такой подходит мне под стены. Не знаю, может, вам здесь не очень сильно заметно будет, но мне заметно. Это вот тот, который у меня в спальне. А это вот, который чуть-чуть желтоватый. Мне кажется, он будет лучше. Он чуть-чуть дороже. Буквально там на три с половиной тысячи. Я думаю, стоит. Вот здесь на свет больше видно еще, да, что это более холодный. Это более теплый. И видно, я думаю, зернистость. Вот этот более лучше и качественнее. Сначала к потолку крепятся вот такие штуки. По периметру. А еще потом они вкручиваются. Ага. Сейчас я вот весь процесс подробно сниму. Мне самое интересное. Все этапы. Так, сделали мне уже под карниз. Вот здесь вот профиля. Поставили. Здесь у меня будет углом заканчиваться все. Так. Отсюда будет у меня где-то занавеска. Здесь у нас такие грязные работы закончены. Сейчас все попылесосят. О, пылесос крутой у вас. Это керхер, да? Угу. Так, смотрите, девочки. Вот так вот выглядит вытяжка, которую мне вот сделали под потолком. И у нас еще это останется. Ее можно, по-моему, закрыть. А можно что-нибудь там придумать. Короче, я что-нибудь потом придумаю. В любом случае, это все будет в шкафу прятаться. Вот эта вытяжка. Вот так вот, в принципе, всего 4 сантиметра. Где-то потолок сильно не опустился, за что я переживала. И вот так все идет аккуратненько, аккуратненько. И выходит точно по проекту, по-нашему. Выходит сюда. Та-дам! Все аккуратненько. Так. И что еще? Поставили подсветильники. Вот такие вот штуки. И подсвет сделали. У нас, кстати, везде они одинаковые. Вот такие. Там уже будут прорезать дырочки, да, и вставлять как надо. Ну, вот, в принципе, все. Осталось самое прекрасное. Нам все комнаты сделали уже здесь. Ванна, туалет. Сейчас все затянут и в детскую перейдут, последнюю сделают. Работы не только у нас идут, но и у соседей. Так, а вот, смотрите, брус. Какой будет у нас закладываться. Он большой, его обрежут. Сейчас будем высчитывать. Закладную для шкафа. Для гардеробной моей. Мини-гардеробной. Вот так, мои хорошие, выглядит закладная под шкаф. Так как я уже знаю, размеры какие будут, да. То есть у меня будет отходить где-то 30 сантиметров от угла. И 40 в глубину. И вот на этой точке делается. Ну, и здесь тоже самое отчитывается. И вот мы просчитали вот эту закладную. Это все будет под потолком. Здесь у меня будут большие, такие красивые, как их называют, двери, короче, стеклянные. Не стеклянные, а зеркальные. Вот. И вымерили. Мы вот здесь вот светильник так, чтобы мне было удобно, точечный будет, такой рассеивающий. Вот таким, кстати, модным пылесосом они работают. Керхер, да, или как правильно, Керхер или Керхер? Керхер. Керхер. Вот. Мощнявый. Все убирают, так что все чистенько после них. Да, все, зал, кухня сделали полностью. Будем сейчас натягивать. Здесь все сделали, будем натягивать. Здесь сейчас свет выключили. Тоже все сделали по периметру. Мама сейчас говорит, что вот эту дыру лучше заделать. Из таких обычно дыр. Лезут тараканы от соседей. А мыши лезут от соседей? Могут мыши и тараканы, и клопы, и комары летать. Вот из этих вот вытяжек. Короче, мы заделаем. Раз она только для вытяжки нужна, тогда она получается в принципе не нужна. Я ее буду заделывать в ближайшем будущем. Ну да, но вытяжку сделали для вытяжки. Короб сделали все. Вытяжка теперь будет там. Так, подвесили потолки за уголки. Вот так вот. И теперь пушечка греет все, натягивает потолочки. Что стоишь, смотришь? Интересненько? Это поможет мне масло забрать. Масло забрать. Ну, а вот здесь интересно, что, смотрите. У-у-у, Денька бы увидела, ему бы захотелось покататься бы. Класс, класс, потолочки. О, почти натянули. Пять минут всего прошло, даже меньше, мне кажется. Не, пять, да. Все, теперь заталкивают все это дело вот в эти штучки. И совсем, совсем другой вид. Ну, сейчас пока что еще не очень. Когда все уберем, помоем полы, то будут супер-пуперки. Мое счастливое лицо. Тут жарко, правда. Мама спряталась вон туда. Там у нас, конечно, кошмар, но зато здесь такая прохлада, да? А кто это тут? А где бабуля? А где бабуля? А где бабуля? А где бабуля? Ты спрятал бабулю? Да что. Где бабуля? Может, тут бабуля? Нет бабуля. А может, тут бабуля? А, нет бабули. Где бабуля? Где бабуля? Где бабуля? Мальчик, зайчик, мальчик, где бабуля? А где бабуля? Где бабуля? Нету бабули? Нету бабули. Где бабуля? Где бабуля? И тут. И тут нету? На моих глазах красота. Это, конечно, обшарманные стены. Там будет кухня. Ничего не будет видно. На материале вот написано Evolution. Ну, я даже вижу, на самом деле, она правда по качеству отличается, пленка эта. И я вижу цвет. Потому что в спальне у меня прям сразу было холодный потолок такой и теплые стены. А здесь, видите, этот вот цвет прям идеальный. Он прям такой чисто белый, без холодного оттенка. Без желтого, без холодного. Вы знаете, вот прям идеально вот сейчас. Пошла прихожая. Тянем. Так. Ванна пошла. А я все время думаю, как делают эти отверстия. Вот так. Аккуратненько, ножичком. Красота. Мне уже не терпится посмотреть, как оно будет гореть. Привет, мои хорошие. Следующий день. Вчера мы допоздна, на самом деле, допоздна делали нам потолки. И, в общем, сегодня уже с новыми силами решила вам показать. Мы тут немного подраставили все, сделали более-менее. Но суть, я думаю, вы поймете. Итак, первое, это кухня. Так, не смотрите, вот это, конечно, все портит. Но, честно говоря, пока не хочется мне это закрашивать. Здесь будет полностью кухня. Пару-тройку месяцев нам надо будет, наверное, пожить вот с этими разводами. Ну, либо хватит у меня сил, и я закрашу все это. Итак, смотрите. Во-первых, я безумно счастлива. Как я искала в предыдущем влоге, вы, может быть, видели. Ну, брала там вот эту, хотела везде одинаковые, короче. В общем, что ни делается, все к лучшему. Это идеальная, идеальная люстра, можно сказать, да? Это освещение сюда, потому что оно идеально подходит под вот эти вот светильники. Посмотрите, вот это как у меня эти NLO, да? И вот это очень красиво светится. И здесь, как видите, ну, мои временные занавесочки тоже пока повесили. Очень красиво, кстати, уже можно клип снимать. Сделали здесь вот такую нишу тоже. Это называется парящие там занавески в небе. И, пожалуйста, внимание, включаем свет. Мамачоли, включай свет. Вот, холодный свет, самое прикольное, да? Холодный свет светит, все ярко освещает, все замечательно. Здесь у нас очень много режимов всяких, как угодно можно. И, тадам, вот эти светильники. Они на самом деле тоже очень хорошо ярко светят, но есть еще мощнее. Я просто взяла такие средние. Вот, они очень шикарно здесь смотрятся. Прям ярко-ярко, просто. Конечно, мы уже тут понаставили всего, да? Ну, как бы вот так вот уже, да? В общем, идеально красивые потолки. Смотрите, они идеально по цвету. Ну, там не смотрите, вот здесь смотрите, да? Идеально по цвету сочетаются. Эти намного лучше, чем те, которые я делала в спальне. Поворачиваем нашу головку, и мы попадаем в прихожую. Здесь у нас один светильник, который будет в гардеробной светить. Он, ну, из той же серии, да? А здесь то, что я брала в леруа. Честно говоря, мне кажется, он не очень ярко светит. Особенно после вот здесь, да? Такое все холодное, светлое. Во-первых, здесь холодный свет сейчас бьет. Если мы сделаем здесь не холодный. А вот такой, то они одинаковые. Вот. То у них одинаковый свет сейчас. И мне кажется, что прям здесь недостаточно. Если честно, освещение. Я бы сюда в будущем потом сделала бы поярче свет. А возможно, даже такое, как в спальне и как в комнате. Заходим в комнату. Здесь у нас тоже все белое. Белые потолки. Сделала я здесь пока что, я сделала карниз от стены до стены. И я хочу, чтобы здесь была вот так прям занавеска вовсю. Я об этом вам уже говорила. Вот. А, ну, в дальнейшем это я уже буду там. Там будет вообще шкаф. Потом он до верху, до самого. Не шкаф, а вот ниша такая, да? Там тоже разберемся, что. Но пока что я ничем захламлять сильно не буду комнату. Вот. Поэтому я хочу вот просто эффект такого огромного окна. И сегодня я планирую пойти и купить занавески того цвета, который я хочу. А так полностью здесь все. Беленькое, шикарненькое. Цвет идеально подходит по стены. Да. И здесь то же самое, что и в спальне. Мне безумно нравятся вот эти. Я не знаю, видно вам или нет. Это мерцание, да? Там звездное небо или эффект чего. И у меня во всех комнатах, на самом деле, как заметили, вот это все дело мерцание. Вот вам, пожалуйста, ванна. Тадам. Здесь тоже такое же освещение. Только это немного и другая серия из Леруа. Вот так. Раз и два. То есть ничего такого прям. Да? Полный минимализм. И то же самое у нас здесь. Стену я эту закрашу. Будет беленькая пока какое-то время. И здесь тоже. Чуть-чуть поменьше из той же серии. То есть, ну, вы поняли, да? Чтобы вы видели, как у меня мерцает и переливается люстра. И так они переливаются везде. Это в зале. Такая же у меня везде. Вот такая же люстра в прихожей. И то же самое в ванне в туалете. Просто разные размеры везде. Чуть-чуть дизайны разные. Короче, красота, красота, красота. Счастью моему нет предела. Реально. Ребята все за собой убрали. Все сделали быстренько. Ну, я еще подмажу какие-то. Я просто еще не докрасила стены до конца, чтобы они были идеальненькие. Все супер. Все, как я хотела, сделала. Прям замечательно. И цены просто, ну, космос. Реально. Цены очень-очень хорошие. Вот. Так что, кому интересно, я обязательно оставлю ссылку на них под видео. Зафиксируйте себе где-то телефончик. Подпишитесь. Вот я канал Инстаграм. Они только начали вести канал Инстаграм, оказывается. Можете подписаться, чтобы не потерять. Если нужно будет кому-то, вашим знакомым, друзьям, кто-то будет искать хороших потолочников, то это вот прям к ним. Они, считаю, одни из лучших. Они мне делали в той комнате все. И в этот раз я им позвонила тоже, чтобы они делали здесь. Это один момент. Молодые ребята, приятные. Это тоже приятно, кто у вас целый день проводит дома, да. Вот. Два молодых приятных человека. А, вытяжку. Ну, я показывала, да, вытяжку уже. Мама тут говорит мне, покажи вытяжку. Вот. Ее сделали полностью под потолок, спрятали. Вот здесь вот выход. Потом, когда будут делать кухню, нам уже просто подсоединят. И все. А вот эту мы замажем. Пока время на решетку поставили, мы ее замажем, уберем, все, сравняем со стеной. Еще они, конечно, делают очень много вариантов освещения и вариантов потолка. Двухуровневые и так далее. Честно говоря, если бы я раньше знала, что они все это делают, могут. Они мне показывают фотографии и все, все, все. Это, в принципе, можно было бы у них все это сделать. До того, как я электрику делала. Просто что-то я не стала заморачиваться. Ну, я и хочу полный минимализм, да, вот в этот раз. Но вообще они могут делать разные красивые подсветки по периметру, да, там вот это все. То есть многоуровневые сложные потолки умеют делать. Поэтому я рекомендую. Ссылка под видео. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Пишите ваши комментарии, как вам. Ну и будем готовиться дальше. В следующем видео уже покажу занавесочки какие там, где куплю. Подубираю немножко все. В общем, следите за моим ремонтом. Люблю вас, целую. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И пока-пока. Пока-пока.